Дарья Борисова Удивить ребёнка 21 века задача не из простых, чего только нет в арсенале игрушек современного чада. Но организаторам фестиваля «Город детства» впечатлить люберецких мальчишек, девчонок, а также их родителей всё же удалось. В Центральный парк все поколения спешили с самого утра. Доставить удовольствие внуку и самой себе тоже. Мы уже были на батутах, мы посещали площадки скорой помощи, полиции, пожарные, проходили по пешеходным переходам, катались на машинах, оказывали первую медицинскую помощь. Ну, пока ещё, только начало дня. Развлекательная программа растянулась на целый день. Творческие мастер-классы, спортивные состязания, интерактивные игры, спектакли, концерт. Всё для того, чтобы угодить маленьким виновникам торжества. Дети – цвета жизни для нас. Дети – это наше будущее, на которое равняется так же на нас и смотрит так же, как мы живём и так далее. Дети – это всё, что есть, и это самое жизненное радостное, всё, что есть в жизни, можно сказать. Праздник День защиты детей, друзья мои. Это праздник, с одной стороны, конечно, это детская радость, но это праздник, в основном, я бы сказал, даже для взрослых, в том плане, чтобы как-то обратить внимание, что с нами есть маленькие, красивые детишки. И детишки требуются, дети требуют защиты, дети требуют внимания, дети требуют обучения. Как грамотно обучить и защитить своего ребёнка? Ответ на эти важные вопросы родители могли найти, посетив лекторий. Организаторы фестиваля позаботились о том, чтобы время на детском празднике с пользой провели и взрослые. Что делать, если ребёнок потерялся? Или же есть организация «Точка спасения», которая рассказывает, что делать при пожаре, при наводлении и так далее. Также у нас будет психолог, в наше время без психолога. Также специалист по родам. В общем, мы попытались охватить все аспекты, которые интересуют родителей. Самая зрелищная часть фестиваля – парад колясок. В очередной раз он стал кульминацией праздника «Город детства». На этот раз участникам предложили пофантазировать на тему «Вокруг света». Каждую коляску надо оформить в соответствии с темой. Участвовать может вся семья, не только малыш и мама, также папа, бабушки, дедушки, братья и сёстры. Можно украсить только коляску, но лучше, когда семьи все объединяются. Это один такой большой образ красивый у всей семьи. Так и поступила семья Васильевых. По задумке организаторов, каждая коляска должна стать похожа на достопримечательность одной из стран мира. Но участники пошли дальше и превратили свою коляску в средство передвижения, на котором можно посетить все эти памятные места. «Коляску делали всей семьей ночами. Вкладывали душу, вкладывали силы, вкладывали любовь. Решили сделать корабль, который будет путешествовать по миру. Полон детей, полон счастья». Корабль семьи Васильевых привёз их к третьему месту на пьедестале парада колясок. Все призёры получили ценные подарки из рук главы округа. Ну а после продолжили путешествие по многочисленным развлечениям города детства. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.